С целью закрепления школьниками знаний правил дорожного движения в совершенствовании работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 19 марта в Центре детского творчества состоялся муниципальный этап конкурса «Агитбригад Светофор». За победу в районном конкурсе боролись семь команд из первой, третьей, седьмой, восьмой, десятой городских школ, а также из Дуляпинской и Хромцовской школ. В состав команды вошли четыре человека. Перед началом конкурсного испытания прошла жеребьевка, которая определила порядок выступления и ребят. Юные инспектора дорожного движения поделились своим видением темы «ЮИД – безопасная семья». Жюри конкурса под председательством инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения Татьяны Гусевой оценивала актерское мастерство юных инспекторов движения в соответствии выступления теме «Внешний вид» команды «Оригинальность». А мы продолжаем дорожные новости. В целях снижения аварийности на дорогах ГИБДД объявил о новой рекламной акции при упаковке прав книжки с правилами дорожного движения в подарок. А ты на дороге, и ты пешеход, есть для тебя, дружок, переход. Вот светофор, три глаза горят, что же они тебе говорят? Красный, стой! Желтый, жди! На зеленый лишь иди! Но если вдруг светофора там нет, что же, дружок, ты скажешь в ответ? Налево, направо ты посмотри, только тогда переходи. Год от года выступления конкурсантов становятся все ярче и интереснее. Ребята свободно держатся перед большой аудиторией. Они показывают сценки, поют, читают стихи, демонстрируя отличную подготовку. Поэтому членам жюри все сложнее определить победителя. Но конкурс есть конкурс. По количеству набранных баллов и раскрытию темы третье место заняли ребята из седьмой школы, второе из восьмой. Первое место завоевала команда из десятой школы. Кстати, в прошлом году победу одержали юидовцы этого учебного учреждения. Всем участникам конкурса были вручены небольшие сувениры. Команде победителю ценный приз. Уже в конце марта десятая школа будет представлять наш район на областных соревнованиях. Мы из шестого Б-класса, десятая школа. Мы благодарим Ирину Сергеевну, что она с нами занималась. Также очень было приятно занять первое место. Было неожиданно. Поедем в Иваново. Также полет заявит. Дети, родители, станьте единой семьей, где безопасность идет большими шагами. Юным инспекторам движения махми рукой. И счастье безопасное будет с вами. Инспектор ГИБДД пожелала ребятам удачи и успешных выступлений. Поблагодарила руководителей команд, занимающихся воспитанием подрастающего поколения. Участники дорожного движения должны четко знать свои права и обязанности на дорогах. Конкурс «Светофор» способствует развитию школьников мотивации к соблюдению правил дорожного движения и безопасному поведению на дорогах, стремлению вести здоровый образ жизни, готовности к самосовершенствованию и самостоятельности. Да, конечно, хочется отметить, что с каждым годом выступления ярче, оригинальнее. На внешний вид мы тоже обращаем внимание. Подбираются костюмы, дополнительная атрибутика. Все это мы учитываем при подсчете голосов. Некоторые команды отделяли друг от друга от призового места буквально несколько баллов. Хочу добавить, что на территории Ивановской области с 18 марта по 8 апреля проходит социальная кампания «Внимание и дети». Наряды ДПС ориентированы на профилактическую и разъяснительную работу по обеспечению безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения. В школах и садах нашего города будут проходить профилактические беседы, практические занятия. Также будут организованы массовые проверки водителей на предмет соблюдения «Правил перевозки несовершеннолетних пассажиров». Уважаемые родители, учите своих детей быть грамотными участниками дорожного движения. Позаботьтесь о том, чтобы на одежде ребенка и на портфеле был световозвращающий элемент. Это поможет вашему ребенку быть заметным в темное время суток. Вне зависимости от дальности поездки пристегивайте ребенка в соответствии с правилами дорожного движения. Будьте примером для своего ребенка. Возможно, однажды это спасет ему жизнь. Светлана Баварска, Александр Кириллов, телеканал Форманов ТВ.